друзья всем привет сегодня на сегодня день недели уже запутался сегодня у нас 14 октября среда сегодня будет такое небольшое видео о маленьком автомобиле и немного перед видео о нашей работе а завтра уже выйдет видео завтра максимум послезавтра сходим на авторынок зеленый угол посмотрим что с ценами по что по наличию автомобиля потому что ценник ценник конечно вырос и вырос неслабо естественно поднялась она 10 там а то и где 15 процентов в общем завтра посмотрим разберемся с ценами и так что касается нас к во первых как с нами связаться наши контакты есть у нас один номер телефона 18 963 516 02 44 он есть в описании под каждым видео у нас нет дублеров там появился еще какой-то автоподбор 2 3 4 5 10 на звонки отвечаю либо я либо сергей вот других там каких-то третьих лиц быть не может значит вас кто-то пытается обмануть значит вы не дозвонились не туда под каждым видео описание канала дальше связь связь по телефону взяли позвонили мы ответили вот но не надо звонить по ночам прям вот уже который раз об этом говорю надо за не 2 в 3 часа ночи в 4 5 6 утра потом не нужно обижаться то что я звонил они говорят а можете звонить не звонить мне не ответили давайте я буду вам звонить там в три часа ночи этому тоже трубку брать не будете вот либо по ватсап то есть можете позвонить через ватсап можете написать ватсапе дальше часто задавая вопрос сколько стоит проверка автомобиля проверка автомобиля стоит 2000 рублей что в это входит практически все то есть более подробно информация конечно по телефону вкратце скажу то что смотрим кузов подключаем сканер катаемся получаете фото видео учет порядка 150 200 фотографий следующий момент автоподбор не надо путать осмотр автомобиля и автоподбор именно подбор автомобиля под ключ вот потому что опять человек позвонил сколько вас стоит автоподбор я говорю столько-то столько того но и что так дорого вот мне нужно посмотреть всего лишь один автомобиль поэтому не путайте то есть есть подбор автомобиля под ключ есть осмотр автомобиля штучно осмотра дальше значит поставить автомобиль на автовоз у нас нет такого понятия поставить автомобиль на автовоз есть понятие сопровождение сделки вот поставить автомобиль на автовоз вы может продавец можете взять ему там напрямую день если не боитесь перевести ему деньги напрямую куда он там эти деньги денег что там будет без понятия мы уже этого не касаемся то есть у нас называют сопровождение сделка опять же подробностям по переводу как это все переводится это все по телефону звоните пишите отвечаем всем так перебил меня телефонный звонок еще один момент и так что хотел сказать где мы помогаем вам проверить автомобиль приобрести на авторынке зеленый угол нет нет ребят мы смотрим автомобиль абсолютно везде будь то рынок будь то просто город частное лицо к это будто какие-то другие стоянки перекуски стоянкой будто пригород артем уссурийск в находку ездим ездим крайне редко вот а так автомобили смотрим везде и пробежные и беспробежные автомобили такая небольшая вставочка была теперь давайте посмотрим что это за автомобиль вот такой вот интересный автомобиль забираем это альта 2016 год свежий кузов обновленный кузов здесь на другой салон хорошая такая модная комплектация автомобиль со стороны смотрится смотрится действительно достойно сейчас микрофон поправим модный такой бампер с накладкой туманки фары летняя резина литье ветровики он такой знаете пыльный грязный тяжело нам удалось посмотреть стоял сам конце был заставлен автомобилями два раза приезжали на осмотр первый раз его не ее не выгнали на второй раз приехали заводили вот эту бибиху кстати тоже интересно автомобиль ну к сожалению он закрытой она тоже не заводилась в общем с трудом посмотрели осмотра длился порядка наверное недели автомобиль не целый стоимость автомобиля 415 тысяч скинули 5000 рублей деньги перевели вот только что при нас не прошло еще пяти минут он подбитый в переднюю часть мы сейчас на экранах видите картинку в каком состоянии он был в принципе ничего страшного глобального там не было давайте немного по салону кстати есть бесключевой доступ салон как говорил я он изменился сиденья стали нормальными они у нас надо вдвоем сделать так сейчас автомобиль пропустим подъезжает ли он в принципе проедет сиденье у нас с вами раскладываются здесь у нас так называемый тазик насос есть донкрат есть жидкость здесь у нас есть второй ряд сиденья дверная карта голимый пластик автомобиль такой бюджетный такого плана стеклоподъемники тренировки здесь нет здесь идет напыление подголовники как видите место в принципе я скажу здесь место нормально давайте наверно даже присяду туда вот так вот сделаем довольно много места втроем смотрите втроем будет тесно знаете стеклышки такие прям маленькие маленькие такие какие-то квадратники идут но на самом деле прикольно смотрится естественно ремни безопасности ручечка все это здесь у нас есть дальше по передней части ну здесь стекло нас такой широкая дверная карта тоже широкая но тоже галин галиму пластик подъемники на месте да как говорят 52 лошадиные силы 2016 год переднее сиденье вперед-назад регулируется у нас спинка коврики фальшвейер все есть где-то здесь лежит аукционный лист лежал по крайней мере который предоставляет продавец сейчас вам покажу но он идет не настоящий он идет поддельный так вы мне так вытащить да он как бы не скрывает то что есть окрас крыла бампера капота да но про удар то что машинка была подбитая здесь слова ни слова нет бардачок ну такой маленький airbag как видите автомобиль на коробке напишите в комментариях как вы относите как вы относитесь к механической коробке передач потому что большинство последнее время даже не знают то что существует три педали принципе я вам скажу глобального ничего здесь нет покупать автомобиль в таком состоянии или нет тут уже решение принимает заказчик да здесь как бы лонжерон и целый швы герметик завода но тем не менее кто разбирается кто понимает тот увидит то что был удар но опять же пробег на автомобиле довольно небольшой зато по работе двигателя вопросов здесь нету довольно неплохие хорошие надежные двигателя на этих автомобилях автомобиль не ржавый из ключевого досу смотрите как интересно расположено если честно не очень интересно коробка два подстаканника но это японец сам уже мудрил еще подстаканник здесь бывает комплектация может подогрева может еще что-то туда стыкается стеклоподъемники 4 штуки зеркала у нас складываются раскладываются регулируются были какие-то замены жидкости руль идет кожаный кстати смотрите прикол идет идет мультируль магнитофона нет попросили нас купить автомобиль автомобиль купить автомобиль вы купили попросили докупить магнитофон там по мелочи колодки масла фильтра место спели по передней части в принципе здесь нормально вот единственно как тот крыша потолок низковат будет works написано комплектация с пробег 49 519 тахометр 9000 спидометр 140 бензина нет сейчас придется заехать на заправку климат-контроль речка здесь все работает коробка 5 5 ступенчатая прикуриватель спрятался вот с этой вот стороны и прикуривать для ребята розетку на 12 вольт здесь вот это я вот если честно не знаю зачем это телефон туда даже не влезет никак вот это тоже не понять ну вот так влазит туда телефон но мне кажется по дороге он выпадет включение антибукса сейчас главное поедем автомобиль прикуривали главное не забыть что мы его прикуривать или как прикуривали короче говоря не заглушить автомобиль также будет докуплен аккумулятор на данный автомобиль ну сейчас заправимся посмотрим как он как он едет на коробке поехали ну я вам скажу для 07 на коробке она она реально такая шустрая и автомобили реально едет то есть с автоматом да он не сравнится прям шустренько так набирает скорость вот раз уже 60 было в гору сейчас вам покажу в примерно сейчас давайте куда-нибудь на трассу выйдем может отключаться ямки лежачий полицейский будут и подвеска такая вот посмотрите на меня я еду меняешь потряхивать немного на такая взбита ну видно то что то что она такая спортивная подвесочка знаете прям понравилось так ездит на данном автомобиле и руль тяжелый но в плане хорошей управляемостью смотрите вот просто едем до 1 реально быстро набирает скорость такая бешеная табуретка реально прям как мини этот мини ferrari прям доставляет удовольствие езда на этого автомобиля ребят вот серьезно практически доехали в транспортную компанию купили резину купили масла фильтра не было колода колодки только под заказ колодки заказали сейчас посмотрим узнаем по срокам в транспортной компании вот я думаю дождемся колодок знаете единственно что не нравится это езда по грунтовке едешь медленно тебя колбасит подвеска реально жесткая прям очень жесткая подвеска на коробке ездить понравилось вот автомобиль поедет в город рязань нашему подписчику не знаю я почему-то назвал этот автомобиль бешеная табуретка да простит меня подписчик так в общем взяли литье упаковали уже в пакетах довольно неплохое взяли хорошую летнюю зимнюю резину масло фильтра но мы еще будем сюда возвращаться все это дело упакуем все идет японская имя виду по фильтрам в общем вот такой автомобиль на коробке на коробке стоимостью четыреста пятнадцать тысяч четыреста десять тысяч его далее триста десять тысяч его далее 52 лошадиные силы на сегодня все всем пока нужна помощь звоните обращайте все контакты в описании под видео